Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем наше знакомство с книгой «Экклезиаст». И перед нами третья глава. Вторая глава рассказывала об осмыслении Соломоном опыта мудрости и опыта глупости, об оценке труда физического и трудов интеллектуальных. Третья глава продолжает последнюю мысль второй главы о том, что одно из немногих благ, доступных в этой жизни человеку, это наслаждаться делом рук своих. Но продолжим по порядку. Начинается глава с 14 антиномий. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время ворочевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Первый стих звучит своеобразным рефреном к каждой из них. Или точнее сказать, к каждой из этих антиномий иллюстрация к первому стиху. Также первый стих можно прочесть и в связке с последними стихами второй главы. Где Соломон говорит о том, что если грешник и собирает богатство, унаследует и вкусит плодов от него праведник. Тогда всему свое время и последующие за этим антиномии, указывающие на негативное и положительное проявление в жизни, как бы иллюстрируют, что на смену убийства придет врачевание, на смену плачу придет смех, а на смену богатому нечестивцу, пользующийся его богатством, мудрый праведник. К слову сказать, хотя экклезиаст, как всякая литература мудрости, практически свободен от отсылок к священной истории Израиля, в этом противопоставлении второй главы можно усмотреть определенное осмысление подобного рода взаимоотношений Авраама праведника и фараона грешника, 12 глава книги Бытия, Иакова праведника и Лавана грешника, Бытие 31 глава, и, наконец, народа Израиля и народа Египта, книга Исхода. Большинство иудейских комментаторов видят в первом стихе слово о предопределении. «Всему, то есть действием человека, а также добру и злу, свое время и свой срок определен всякой вещи», говорит, например, Ибн Яхья. Хотя и между ними звучат голоса, настаивающие на свободе разумных существ. Так, например, «В любое время и в любой срок у человека есть право на свободу выбора, в любой момент он выбирает ломать или строить». Отцы церкви видят здесь не более чем указания на своевременность совершаемых человеком земных дел и соглашаются с Соломоном, что в трудах земли всему свое время. Но при этом святитель Василий Великий говорит, «Вещам божественным, молитве и псалмопению, всегда приличное время. Что в уединении, что в работе. Когда возможно, языком прослась Бога. Когда нет удобных обстоятельств, в уме вознеси Ему хвалу». Святитель Григорий Богослов указывает, что сколь богословие нехорошо, однако должно быть своевременно. Он же замечает, что часто именно в деле спасения, о котором Павел говорит, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения во втором послании к Коринфянам, человек проявляет опасную медлительность. Каждый сегодняшний день удобен для обращения к Богу, к принятию крещения, к причастию Его святых тайн и вообще к изменению жизни в свете Его заповедей. Однако враг спасения останавливает нас не чрезвычайными искушениями, а обычно простым словом «завтра». Дьявол как бы говорит «Отдай мне настоящее, а Богу будущее. Мне юность, а Богу старость. Мне годы удовольствий, а ему ни к чему негодный возраст». Нужно заметить, что об этом через практически 1600 лет после святителя Григория скажет Клайв Льюис, что одна из лучших уловок дьявола – перенести все наши благие дела в область намерений и никогда их из плена «завтра» не выпускать. Также и о всяком времени не только в природном цикле или в жизни конкретного человека, но и применительно к истории спасения человечества говорит Тертулиан. Он отмечает, «Плод в течение времени грубый и бесформенный понемногу входит в силу и достигает совершенной спелости и вкуса. Так и благочестие. Ведь Бог благочестия и творения один и тот же. Первоначально существует оно лишь в зачатке, от природы существуя в страхе Божьем. Потом через закон и пророков оно входит в младенчество. Затем посредством Евангелия перешло в отрочество. А теперь с помощью Святого Духа достигает зрелости. Рассмотрим некоторые из этих антиномий более подробно. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Экклезиаст 3.2 О необходимости сопряжения в мыслях человека моментов смерти и рождения говорит большинство комментаторов, указывающих на такую память, как на начало аскезы. Чтобы при совокупном указании на смерть и рождение напоминанием о смерти, как бы жалом, каким побудить погруженных в плотскую жизнь и подвигнуть их к заботливости о будущем, говорит святитель Григорий Низский. Параллель с вегетативной жизнью, по мнению иудейских комментаторов, указывает на общее, витальное, на общее жизненное начало у всего живущего, человека, растений и животных. Подробнее об этом скажут последние стихи данной главы. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Экклезиаст 3.3 О времени, подобающем для прекращения чужой жизни, о времени убийства, мы можем говорить исключительно в рамках ветхозаветной этики, прямо указывающей на необходимость насильственной смерти ряда членов социума, как на санационную меру, направленную к его, к этому социуму, оздоровлению. Христос многократно расширяет смысл заповедей Деколога, а в том числе заповеди «Не убей». В Нагорной проповеди Он говорит, «Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синодриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной», говорит он в Евангелии от Матфея. О времени врачевать в Свете Новозаветного Откровения мы можем вспомнить, говоря о системном конфликте между Христом и фарисеями. Конфликте относительно чудес исцеления, совершаемых Иисусом. Одной из главных претензий законоучителей была именно их несвоевременность с их точки зрения. Исцеление не предоставляющих смертельной опасности недугов в субботу, которое можно было бы осуществить в любой другой день недели. Подробно о том, почему Иисус исцеляет в субботу, смотрите в лекциях на Евангелие на нашем портале. «Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать». Экклезиаст 3, 4, 5. Мы вновь вернулись к теме смеха, уже упоминавшейся во второй главе. Там мы говорили, что некоторые иудейские толкователи рассматривают слово, характеризующее смех в второй главе Экклезиаста как происходящее от глагола «разбавлять», тем самым указывая на его неполноту в здешнем мире, наполненном скорбями. Здесь мы можем перевести мнение святителя Григория Нисского, солидарного с ними в данной оценке. «Ныне время плакать, а время смеяться предоставлено в уповании, потому что нынешняя печаль сделается матерью ожидаемого веселья», говорит он. Однако большую трезвость в восприятии как веселья, так и плача проявляет Дидим Слепец, у которого нам, безусловно, стоит поучиться. Он говорит, что как смех бывает различным, так и плач далеко не одинаков и не всегда угоден Богу. Более того, он говорит, есть достохвальный смех, ведь сказано, Бог еще наполнит смехом устатовой в книге Иова. Он равнозначен плоду духа, радости. Плач, противоположный этому смеху, и душевное состояние противоборствующей радости святого духа следует порицать, говорит Дидим. Для нас, расценивающих, зачастую совершенно сентиментальные, близкие, как их называют в народе, слезы, и унылое выражение лица, как проявление печали о грехах, и вообще глубокой духовности, это крайне важное замечание. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Пожалуй, одно из любимейших и широко котированных библейских выражений в нашем социуме. В этой предельно общей сентенции звучит пророчество, или же наоборот, память, в зависимости от времени написания книги, о святом городе и его храме. Пришло время, не как время абстрактное, подобное круговращению планеты или смены сезонов года, а время расплаты за грех, время взимания пени за невыполненные условия договора, завета с Богом. И вот, как говорит пророк, камни-святилища раскиданы по всем перекресткам, плачет Иеремия. Но настали другие дни, и с покоением народа настало, и еще настанет новое время. И спасет их Господь. Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце, они воссияют на земле его, говорит Захария. Также комментаторы видят здесь и указания на правый суд, когда законопреступника надлежит побить камнями. Дидим-слепец видит здесь также и указания на общий функционал судей и шире учителей. Не только приговаривать, но вообще наставлять. То есть, кому нужно, бросить упрек. Когда же получившие упреки от наставника исправиться, собрать, то есть больше не бросать в него эти словесные камни. О чем, кстати, говорит и апостол Павел, как о прямой обязанности служителя Слова Божия. Обличай, запрещай, увещевай. Во втором послании к Тимофею. Об объятиях здесь говорится в прямом смысле, как о предписанном законом Моисея времени воздержания от сексуального общения между супругами, ввиду наступившей у одного из них ритуальной нечистоты. Ну, например, начало менструального цикла у женщины. Но святитель Григорий Низкий, даже в обычном способе зачатия и рождения, видевший некую степень падения, безусловно, под влиянием платона и неоплатоников, и здесь ищет мистический пласт. Он говорит, «Время обнимать Сион и время быть объятым премудростью, так как именем Сиона называется высота жизни, а премудрость обозначает собою всякую добродетель. При этом, если автор, по всей видимости, имеет в виду как объятия, так и уклонение от них с одним и тем же субъектом, то святитель разводит их в разные стороны. Объятие с премудростью, а уклонение от противоположного, то есть от порока. Стоит отметить, что тема премудрости как невесты возникает в мистической литературе и начинает звучать со страниц второканонического памятника «Премудрости Соломона», где автор от лица того же мудрейшего царя Израиля говорит, «Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее». Восьмая глава книги «Премудрость». Время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Экклезиас 3.8 Рассматривать каждую из этих антиномий можно с бесконечной степенью внимательности, зачастую рождающей и в том числе определенную аллегоричность толкования, со временем все дальше, уводя читателя или слушателя от оригинальных смыслов. Всегда важно помнить, в некоторых темных комнатах действительно нет черных кошек. Также и в данном стихе Ветхий Завет прост, прям и категоричен. «Возлюби ближнего», говорит, к примеру, книга Леита, и «возненавидь врага», говорит, например, книга Исхода, 17 глава. Отсюда и антиномия о уместности каждого из этих явлений в свое время. Современного читателя может потрясти даже такое будничное упоминание реалий того времени, как, например, «Через год, в то время, когда цари выходят на войну», говорит первая книга Паралипомена. То есть массовые убийства и насилие воспринимается так же буднично, как жатва хлеба. Но это потрясение и происходит только ввиду хоть какого-то укоренения нашей культуры в жизни и учении Христа, который настаивает, «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных», говорит Христос в пятой главе Евангелия от Матфея. «Что польза работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом его. Что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. И так после череды антиноми следует возвращение к теме второй главы о смысле труда и шире всякого созидания. Здесь присутствует определенный внутренний авторский конфликт. С одной стороны, Соломон готов согласиться с озвученной схемой, что вкушать от плода своих честных трудов это наивысшее благо человека на земле. Но уже в следующем стихе он в ужасе отвергается от собственных трудов и их результатов. Ввиду чего? Ввиду страха смерти. Псалтырь приводит в пример человеческой гордости и самонадеянности поля и земли, названные именами своих прежних владельцев. Здесь говорится «в мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами». И продолжает это радикальным уничижением как делающих, так и всякого человека вообще. Но человек в чести не пребудет. Он уподобится животным, которые погибают. Это сорок восьмой псалом. И мы увидим, что рассуждения третьей главы, пусть и перемежающиеся темами социальной справедливости и несправедливости, заканчиваются так же. Термин «этрон» буквально означает «остаток» и переводится как «выгода» или «польза», и всегда собрежен по тексту с термином «труд». Забота – это и есть те труды, которые дал Бог человеку, о чем мы говорили подробно в первой главе. Это те труды, в которых Адам должен возрастать, возделывая Эдем. Или же труды, тяжелые на земле, испытавшие на себе результаты человеческого падения, также возводящие Адама и параллельно не дающие ему забыть о своей перстности, да, о своей ограниченности, чтобы он не стал мнить себя равным Творцу. В любом случае, это и есть «этрон», то есть «полезный остаток от приложенных усилий». И Соломон задается вопросом, во всяком ли труде он присутствует? Результаты каждого ли труда положительно соотносятся с планом Бога, давшего повеление человеку работать для развития? Веселье и наслаждение плодами своих трудов – не уникальный рецепт от Соломона, с которым, впрочем, не всегда согласен и он сам. Это достаточно общее место ближневосточной культуры мудрых, роднящий экклезиаст с эпосом о Гильгамеше, о чем мы подробнее поговорим в следующих главах. «Еще видел я под солнцем, место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда, и сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Эти и подобные им стихи, наряду с арамейским словопотреблением и еще рядом черт, и наводят исследователей на мысль о том, что всемогущий царь Израиля Соломон не может быть реальным автором данного произведения. Такого типа рассуждения в устах бессильного мудреца-созерцателя звучит совершенно закономерно. Но оно чрезвычайно удивительно для человека, о административной мощи которого, равно как и о мудрости, в том числе и в делах суда, повествует Писание. Ссылка же на Бога, которому адресует автор суд, с которым не справляются, а точнее не хотят справиться бесчестные судьи, есть не более чем расписывание автора в собственном бессилии изменить ситуацию, что, опять же, да, для Соломона решительно невозможно. Следующий фрагмент – одно из самых проблемных антропологических рассуждений в Писании. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные, потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю». Необходимо отметить, что в оригинале эти стихи достаточно сложны в порядке слов и синтаксиса, поэтому мнение еврейских комментаторов, видящих эту разницу, а не пользующихся одним вариантом перевода на греческий, весьма различны. В среде же христианских толкователей царит относительное единомыслие. Лишь святитель Григорий Великий, придерживающийся мнения о том, что экклезиаст озвучивает в своей книге сначала позицию простака, а потом позицию мудреца, просто приписывая эти слова о единстве человека и животных позиции глупца. Проблемность данных стихов в том, что бытие указывает на принципиальное отличие в творении человека от творения всего остального мира. Именно о людях мы слышим размышления предвечного совета Троицы. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему», говорит книга Бытия, 26 стих. «Для владычества над всем творением». Здесь же автор не просто указывает на классическую для той же книги Бытия мысль о единоприродности человека и животных, просто по их телесности, в чем солидарны, собственно, и христианские, и еврейские комментаторы. То есть участь человека и животных одна и та же по отношению к их внешней телесности. Это понятно. Здесь автор ставит вопрос не о физиологии, а о посмертии. Отлично ли оно у человека и животных, если разницы в физиологии нет? На это вопрошение сам Соломон даст ответ в последних стихах 12 главы. Библейский текст настаивает, разница есть, и души людские не подобны душам животных. Словом «нефеш» обозначает Ветхий Завет «витальные силы всякого живого существа». Нафеш есть и у животных, и у человека. Но только человек получает от Бога дыхание жизни. Ввиду чего, человек становится душою нишмат, живою. Это и есть, собственно, душа, нашама, а не витальность как таковая, отличающая живое от неживого. И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими. Потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Это чрезвычайно частое вопрошение. Кто видел, кто знает, есть ли что-то там за горизонтом человеческой жизни? Это боль экклезиаста. Именно поэтому эту книгу любили христианские отцы-комментаторы, так как на все ее честные и болезненные вопросы, пусть и через столетие, но был дан решительный и однозначный ответ. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ